Розничным торговым объектам делать надбавку на социально значимые товары можно не более 15% от закупочной цены. За несоблюдение установленных правил предпринимателям грозит штраф 100 МРП. Об этом стало известно во время онлайн-пресс-конференции с представителем отдела предпринимательства. Если ранее в семье действовали ограничительные меры, то с 18 числа ввели карантин. Теперь меры ужесточены. И в первую очередь их на себя ощутили предприниматели. Запрет установили на работу ломбардов, магазинов по продаже компьютерной техники и оборудования, прачечных, химчисток, цветочных магазинов и мебельных цехов. Реализация розничных строительных материалов также запрещена. Основной акцент в отделе предпринимательства сейчас делают на сдерживание цен по социально значимым продуктам питания. Кроме того, горожане, ставшие свидетелями того, что цены на такие продукты завышаются, могут обратиться с заявлением в ответственный отдел. Они могут обратиться к нам в Ахимат по телефону 52-32-65, представиться, могут обратиться с заявлением, сразу прийти с заявлением, мы его зарегистрируем. Если обратятся по телефону, значит мы пригласим, примем заявление, будем реагировать. По результатам будет составлен акт о выявленных нарушениях, если таковые будут иметься. Напомним, что создан штаб, работа которого направлена на урегулирование и сдерживание цен. Проверки могут быть проведены только если поступило заявление, и оно не должно быть анонимным. По информации представителей отдела предпринимательства, на данный момент причина завышения цен была в стоимости закупа. Согласно пункту 20 правил внутренней торговли, субъекты рыжечной торговли, внутренней торговли, на социально значимые продовольственные товары, о которых мы столько говорили, они торговую надбавку могут добавлять, допускать не более 15% от закупочной цены производителя или же оптового поставщика. Штрафы достаточно внушительные. 100 месячных расчетных показателей на первый раз. При повторном нарушении в течение года сумма увеличится до 200 месячных расчетных показателей. Однако в семье на данный момент таковых нет. На нужный лад также поставлена работа службы доставки. Товары могут быть совершенно разными – одежда, обувь, запчасти для автомобилей. Но в первую очередь это продукты питания и готовая еда. У нас сейчас не работают рестораны, не работает общепит. То есть они закрыты для обычного режима работы, но при этом, если они занимаются доставкой еды, то они могут работать, то есть не открываясь для посетителей. По заказам они могут готовить еду и доставлять ее. Для этого специалисты напоминают, что необходимо иметь маршрутный лист, пропуск и справку с места работы. Заместитель руководителя также пояснила ситуацию с тем, что многие таксисты не получили пропуски, так как большинство являются физическими лицами. Бакатгуль Казец, Телеканал Семей.